Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем авторском музыкально-аналитическом канале, где мы вместе учимся не только слушать музыку, но и понимать ее. Сегодня я хочу вас пригласить в мир удивительного произведения и в мир удивительного исполнения Димаша Кудебергена и популярной китайской исполнительницы Ун Линна, которая, согласно Википедии, не только поет в стиле фьюжн, но и является мастером ци китайской мелодики. Ци в Китае, то же самое, что и ки в Японии, это жизненная сила, которая наполняет все это пространство. Я думаю, что мои зрители из Индии легко поймут это понятие, поскольку у них есть понятие прана, а те, кто знакомы с герминевтикой, я думаю, что легко также узнают понятие пневма, которое соответствует всем тем определениям, которые я дал только что. Это произведение удивительно тем, что это абсолютно живая история живой девушки Дженни Бау, которая и написала стихи к этой песне. Она родилась 21 год назад и родилась с очень тяжелым заболеванием. Это спинально-мозговая атрофия, то есть она не может двигаться абсолютно и вообще, кроме одного пальца на руке, которым она и набивает текст своих стихов на экране. Удивительная история, не так ли? Когда она родилась, ее родителям сказали, что врачи дали такой диагноз и сказали, что она проживет не более 4 лет. Этот прогноз, слава богу, не сбылся. И в свои 20 лет она издала свой первый сборник стихов, в котором было размещено 100 ее стихов. И сейчас она продолжает писать стихи и дальше. Для того, чтобы вы поняли, почему во время этого исполнения очень многие в зале начали плакать, я хочу вам прочитать буквально пару четверостишей, для того, чтобы вы поняли общее направление этих стихов. «Полуденное солнце частично проникает через окно, освещая стол девушки, теплое и яркое. Стать поэтом душа поэта живет вечно, такая же свободная, как легкое дыхание, живущее в стихах. Беда не трагедия, а пища для вдохновения». И вот на эти стихи была написана замечательная песня, которую сейчас исполнят перед вами Димаш Кудеберген и Гунь-Линна. Я также считаю, что необходимо для полноты восприятия познакомить вас с маленьким закулисьем перед выступлением, конечно же, показать и разобрать само выступление. И очень важно показать вам то, что происходило после того, как Димаш и Гунь-Линна выступили, потому что все это части единого произведения, которое должно, на мой взгляд, оставить очень сильное впечатление внутри многих из вас, как оно оставило и внутри меня, и внутри тех, кто был в зале. Давайте начнем. Димаш Кудеберген и Гунь-Линна выступил Димаш Кудеберген и Гунь-Линна выступил Димаш Кудеберген. Мы хотим познакомить с этой историей не только весь мир, но и китайскую аудиторию. Вы голос прекрасен, очень чистый и очень мягкий. Спасибо. Само выступление. Прекрасные костюмы, да, у исполнителей? Текущие часы, мягкий полуденный свет, проникающий в комнату, как в стихах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok И вот первое проведение как раз перед припевом, ну что ж, можно только сказать с точки зрения сцены, свет выставлен замечательно, прекрасные костюмы. Димаш нежнейшим образом поет. Поют пока все очень тихо, потому что обычно такой прием делается для того, чтобы было большое сильное противопоставление между вступлением и кульминацией. Пока все в достаточно низком регистре, мало эмоционально, но тем не менее Димаш умеет передать нежнейшие прикосновения к каждой ноте. Знаете, кто это сидит? Небольшая мелизматика. И у Димаша, и у Гулин. Субтитры делал DimaTorzok У Гуси Лебеди. У меня, кстати, есть обзор на канале на этот дуэт. Китайский рэп. Субтитры делал DimaTorzok Китайский рэп. Субтитры делал DimaTorzok Пауза звучащая. Подготовка к кульминации. Подготовка к кульминации. И припев. Субтитры делал DimaTorzok Китайский рэп. Только что Димаш взял наверху ноту соль миксом второй октавы, взял, естественно, замечательно, поскольку он, конечно, уникальный исполнитель. И если вы заметите, для того, чтобы сделать вот такую мощную кульминацию, в начале исполнители пели не только, гораздо тише. Димаш пел нижний голос, и Гунлин пела высокий голос. А сейчас они поменялись местами, и Гунлин поет значительно ниже, чем Димаш, а Димаш берет очень высокие ноты миксом, что создает как раз вот такое очень мощное взрывное впечатление на многих, кто сидит в зале. Разумеется, это очень сильный прием. Это голос Дженни Бао, автора стихов. Это не конец. Небольшая пауза в зале и взрыв аплодисментов. Спасибо большое. Взаимная благодарность двух замечательных исполнителей друг другу. Да, петь такое очень тяжело, очень эмоционально. И Димаш в этот момент, если вы заметили, очень ее поддерживает. Чисто по-человечески, разумеется, этого нету в регламенте. Это просто человеческие эмоции. Тем это и важно, потому что на самом деле эта музыка продолжает жить дальше вот сейчас в тех действиях, которые вы увидите. Прежде всего, я хочу сказать огромное уважение Гунг Лао Шип за ее очень доброе сердце. Много людей в мире, начиная с этого времени, узнают об этой истории. Иногда нам нужно делать вот прямо такие выступления, чтобы обозначить социальные проблемы. Если нам нужно кому-то помочь, нам нужно делать такие выступления. И я хочу выразить огромное уважение, признательность за саму идею этой песни. И они в прямом эфире позвонили как раз Дженни Бау. А вот это Дженни Бау. Я не могу сказать, что эта песня не бывает. Она у меня энергией. Это моя жизнь. Я создавал мне человеческие эмоции. Спасибо. Удачи! 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 Женни оделась в свое праздничное платье для них, для Димаша и для исполнительницы. Она очень красивая девушка, я надеюсь, Бог даст ей очень хорошее будущее, и она выздоровеет. Я желаю, чтобы она выздоровела очень скоро. Я должен сказать, я люблю тебя сильно, мы тебя все любим. Будь сильный. Ну вот видите, как живет эта музыка и как она продолжает жить. Сейчас, после этого просмотра, эта музыка, это исполнение будут жить с вами и в вас. И я думаю, что это как раз самое главное послание доброты, милосердия друг другу и человечности. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Тогда, конечно же, поставьте ваши лайки, подпишитесь на канал, оставьте ваши впечатления в комментариях под этим видео. Я буду рад их прочитать и постараюсь обязательно ответить. Я также особенно буду признателен тем, кто решится на материальную помощь каналу, потому что канал нуждается в развитии. Необходимые ссылки будут и в описании, а также они будут здесь и здесь для вашего удобства. Засим, позвольте поблагодарить вас за внимание, пожелать вам многое и благая лето, и надеюсь, что до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok